привет друзья мы снова вместе и сегодня тема видео как достичь состояния самадхи у меня многие спрашивают при помощи энергодыхания могу ли я достичь состояния самадхи или сколько нужно дышать чтобы достичь самадхи еще раз хочу напомнить что состояние самадхи можно достичь двумя путями то есть два пути ведут к этому состоянию но если так метафорично говорить и самадхи это даже я бы сказал это не состояние так просто удобно говорить что это состояние самадхи это осознавание процесса сейчас который происходит и это осознание происходит через тело в теле это глубокое погружение в медитацию и там теряются границы ты даже не воспринимаешь как работает гравитация вот мы сейчас сидим и и мы осознаем что нас прижимает к земле и ну четко понятно фестибулярный аппарат если покрутить помотать головой он дает сигналы о том что мы находимся там вертикальном положении когда мы ложимся там горизонтальном так вот когда ты входишь в самадхи то у тебя вообще отключается какие-то ориентиры в пространстве и получается что ты настолько глубоко погружаешься в это состояние но или в осознавание процесса глубокой медитации что там всякие ориентиры не работают никакие ты даже не осознаешь течение хода времени потому что сейчас мы говорим и вы слушаете меня мой голос вы понимаете примерно сколько времени прошло но когда ты в самадхи то этого осознания нет сколько прошло времени может такое что ты будешь всего лишь две секунды по ощущениям прошло два часа и как все-таки достичь самадхи два пути два способа первые это вы занимаетесь йогой вы путешествуете по индии по тибетам вы ничего не употребляете никаких веществ никаких наркотиков никакой айаваски на никакого алкоголя никаких сигарет все это вас будет наоборот блокировать ваше восприятие и практически это нереально дайте если вы что-то употребляете потому что самадхи там в этом состоянии нету иллюзии а все что является интоксикантами они наоборот иллюзорность ума распаляют расширяют то есть человек под кайфом под эффектом каким-то под стрессом он все равно находится в состоянии иллюзии восприятия ум рисует еще что-то помимо реального еще что-то нереальное многие люди принимают это тоже за какие-то состояния ценные важные это этим не является то есть вы должны быть чисты чистые умом это ясность должна быть у вас должно быть все хорошо с физическим телом никаких болезней никаких болячек у вас должно быть все хорошо с энергетикой с психикой и вас желательно чтобы было все прекрасно социальным миром с миром людей и и у вас все должно быть хорошо с материей то есть если у вас все вот эти параметры закрыты то вы ближе и вас больше шансов достичь этого состояния но это само не происходит точнее это происходит само спонтанно но до этого до этого включения должна быть очень большая предыстория и здесь многие люди кто занимается духовным развитием кто занимается эзотерикой всех их объединяет вот это некое влечение чего-то такого запредельного что можно познать почувствовать в практике что привлекает многих людей в техниках энерго дыхания там есть вот это осознание запредельного там есть состояние в которых ты попадаешь и это нереальное блаженство это на высшее состояние сознания ясности кристально чистого восприятия очень прекрасного блаженного самочувствия конечно же это длится недолго но энерго дыхание дает эту возможность прикоснуться к этим сверхсостояния и самадхи это вход и постижение вот этих сверхсостояний навсегда минуя техники медитации какие-то на точку на свечу стояние там долго на гвоздях или там окунание в ледяную воду вот эти все приблуды все вот эти инструменты на когда ты уже можешь входить самадхи это тебе уже вообще не надо вот эти все костыли они не имеют значения потому что чтобы входить безлимитно чтобы входить постоянно в это состояние когда я хочу по щелчку пальцев при помощи своего намерения не требуется никаких специальных техник молитв мантр или еще ну каких-то костылей это первый момент следующее вам нужно огромная предыстория чтобы с вами это произошло и предыстория может быть разной вы можете заниматься йогой главное чтобы вы это делали с удовольствием вы можете долго медитировать вы можете принимать какие-то усилия и в самом конце нужно сделать такую вещь вы например 10 лет ищите вы 10 лет занимались духовным поиском вы прошли цигун йогу шаманизм магию еще что то то есть очень много много всего вы слишком умный начитанный все практики оше знаете прошли и можете проводить и вы даже являетесь супер тренером супер гуру но вы все равно имеете потребность в этом состоянии да у вас все равно внутри есть некое желание постичь чего то такое что вы еще не постигли все равно какой то недобор есть да и вы продолжаете искать если вы например реально входите в самадхи то у вас нет потребности искать вообще где то в какой то эзотерической там эзотерическом направлении школе или практиках у вас желание практиковать желание заниматься какими то духовными техниками или методами вообще исчезает нет желания потому что вы уже закончили свой поиск тот кто в самадхи закончил свой поиск раз и навсегда и уже ничего не интересует из мира каких то технических вещей для каких то состояний потому что ты уже достиг и вот представьте вы 10 лет искали и вам нужно в самом конце или прямо сейчас отказаться от всего от всех вот этих знаний учений практик навсегда отбросить это все вообще в мусорку выкинуть весь опыт стереть убрать замуровать не знаю аннулировать и тогда у вас будет больше шансов попасть в это состояние потому что со всем вот этим багажом который вы накопили натренировали надышали намедитировали научили начитали в мантрах вот с этим всем багажом вы в самадхе не пройдете вам это все придется оставить так же было со мной но я шел по другому пути я много практиковал много дышал медитировал занимался сыроедением я до сих пор занимаюсь там голоданием и это больше для поддержания моего организма нежели чем для достижения каких-то сверхсостояния но в моем случае у меня был второй путь второй вид достижения самадхи это через мастера это через человека который совместно проводя со мной медитации меня настроил на это состояние и в какой-то момент у меня это произошло то есть есть проводники есть люди которые могут провести настроить и включить это состояние ты рядом с таким человеком можешь осознать себя в самадхи и здесь тоже момент отброса сброса всех своих знаний практик медитации тоже очень важен потому что даже с учителем если ты будешь что-то свое думать в этот момент или с чем-то своим каким-то знанием багажом знаний придешь к учителю то ты не сможешь с ним войти в состояние он будет самадхи ты не будешь ты будешь просто сидеть и куковать и ожидать чего-то и второй путь это короткий путь через человека который в самадхи и сейчас в нашем современном мире это стало доступно потому что со мной это произошло я очень многих людей провел в это состояние и это происходит уже с учениками моих учеников получается что если я могу говорить об этом вот так открыто то я могу это и доказать доказать очень просто когда группа ко мне приезжает на ретрит на какое-то выездное мероприятие или приходит в Москве ко мне в центр лично увидеть меня и подышать и при совместной медитации даже за 15 минут группа или даже если кто-то не чувствует но 90% участников занятия чувствуют это состояние это начинается плавный вход изменение температуры тела изменение режима восприятия изменение эмоционального фона просто в медитации без каких-то специальных технических упражнений действий то здесь не нужно практиковать йогу очень долго и кропотливо не нужно читать мантру два часа чтобы войти в какое-то там состояние здесь не нужно ничего чтобы войти но нужен тот кто может тебя провести в это состояние при помощи намерения то есть если у меня есть намерение личное мое намерение чтобы группа людей вошла в это состояние то через 15 минут практически все люди очень глубоко чувствуют это состояние воспринимают процесс самадхи в онлайн режиме поэтому есть два пути первый путь вы будете 20 лет скитаться по мастерам по практикам но если вы не наткнетесь на человека на мастера который реально в этом состоянии то вы можете и не попасть и у вас не случится это второй путь короткий но тоже не для всех это не массовая тема это очень длительная индивидуальная работа лично в присутствии мастера либо на онлайне это также на расстоянии работает очень-очень мощно но это все равно очень длинный путь и личное участие мастера который будет с вами заниматься и вас может настроить на данное состояние и в итоге там за полгода вы сможете ощутить и почувствовать это состояние на своем опыте переживания и сможете входить в дальнейшем уже бесконечно безлимитно сколько хотите но на этом духовный поиск ваш закончится у вас закончится желание его не станет ходить по практикам искать еще что-то знаете быть таким духовным туристом на тот тренинг пошел на тот пошел на тот пошел на этот пошел и там и там и там и там разную вам иллюзию подсовывают и вы просто как зритель в кинотеатре одну картинку посмотрели второе кино посмотрели третье кино и в общем вам прикольно просто ходить по этим фильмам в саматхи вы выходите из кинотеатра и видите всё вживую. Вот примерно так. Я, надеюсь, ответил на многие вопросы, как можно войти в самадхи. И самый важный ответ, скажу ещё раз, напомню, что никакая техника энергодыхания не позволит вам войти в самадхи. Вы можете испытывать после дыхания или во время энергодыхания такие состояния похожие, но это будет просто всплеск ваших гормонов в организме, гормонов счастья, серотонин, дофамин, норадреналин, окситоцин, прилив эмпатии и так далее. Но это не самадхи, это просто ваша гормональная система отрабатывает, потому что вы изменили свой тип дыхания и попали в это состояние. Многие люди хотят его сохранить, но после практики оно держится недолго, его нужно закреплять, чтобы закрепить состояние после дыхания. Оно очень похоже и близко к самадхи, но это не то. Нужно регулярно это делать, нужно регулярно практиковать дыхательные техники. Но опять же, повторюсь, прекращайте делать практики дыхания, у вас эти состояния улетучиваются, потому что нет стимулятора гормональной системы, вы не дышите, не занимаетесь практиками, соответственно, у вас вот эти все спецэффекты после дыхания выветриваются. Но если вы осознали себя в самадхи, ничего никогда не исчезнет. Это навсегда обратного пути не будет. Сразу говорю, и сколько хочешь, столько и входишь в это состояние, в состояние блаженства. Вот такая вот информация. Подписывайтесь на канал. У меня очень много тем, я думаю, буду их потихоньку раскрывать для вас. Ставьте лайк, колокольчик. Увидимся в следующем видео. Пока.